Игорь Ног Долг Корсара Книга вторая В поисках манускрипта Пролог Корабль неспешно приближался к острову. Над мачтами, блистающими в лучах утреннего солнца, кружили птицы. Легкий бриз задувал с юго-востока. Чтобы не налететь на песчаную отмель, рапира увалилась под ветер, открывая вид на борт. Матросы по очереди брали паруса на гитовы, затем бросили якоря. Распустили блинт и принялись спускать лодки. «Последний раз я видел рапиру больше двух недель назад. С тех пор она изменилась. Под бушпритом появилась носовая фигура в виде черного скелета. Корпус укрепился. Орудийные порты перекрасили в черный. Наверняка внутреннее убранство преобразилось не меньше, но это только предстояло выяснить. Уровень и характеристики тоже пока было не рассмотреть. Корабль остановили за два кабельтовых от берега. Ребята опасались сесть на мель. Хотя спуски в воду у берегов саоны и впрямь были очень плавные, уж я-то знал, что осадка брига позволяет бросить якорь гораздо ближе. Экипаж спустил в воду полубарказ, вельбот и два ялика, и вскоре те заскользили по волнам в сторону берега. Первой пришла шлюпка Адриана. Когда она уперлась в белоснежный песок, старпом перешагнул банки и выпрыгнул на берег. «Ну, здравствуй, капитан!» Бросился обниматься он. «Давно не виделись!» «Как же я рад вас видеть, ребята!» Поприветствовал людей рукопожатиями или легкими кивками. В команде появилось много новеньких. Впрочем, я и старый состав не успел запомнить целиком. С последней нашей встречи Адриан приоделся. Теперь на нем были черная треуголка, темно-красный кафтан, кожаные штаны и отливающие блеском сапоги. На этом фоне моя простая одежда выдавала скорее матроса, нежели капитана. После продолжительного морского путешествия экипаж наверняка устал. Стоило бы предложить передышку на острове, но времени не оставалось. Единственное, что меня здесь держивало, это пять сундуков, набитых деньгами. Знать о содержимом команде пока не следовало. Достаточно и того, что по моему приказу люди затащили сундуки в лодки и отправились грузиться на корабль. Думаю, не будем задерживаться на саоне. Обратился я к оставшимся. Двинемся на восток. Нам нужно к малым Антильским островам. Как вернуться шлюпки? Грузите оставшиеся ящики и бочки и отчаливаем, пока напористый ветер не ослаб. Только сейчас я заметил, что некоторые члены экипажа напрочь проигнорировали встречу со мной. Оглядывали остров, разговаривали друг с другом, но даже не приближались. Хотя поприветствовать капитана стоило бы. И уж точно не мавитон корчить сердитые лица. «Адриан, ты помнишь, о чем мы договаривались?» Резко сказал человек под ником Декстер. Явно новенький. Пока одни перетаскивали грузы, он и не думал браться за работу. Его окружала компания таких же мрачных дружков. И когда Адриан успел понабрать их в команду? В воздухе будто бы витал мятежный дух, которого я еще не мог понять. «Рудро, есть разговор!» Обратился ко мне Адриан и отвел в сторону. В общем, как бы тебе сказать, эти парни хотят, чтобы я поговорил с тобой, и я буду откровенен. Пока тебя не было, команда изменилась. Одни уходили, другие приходили. Как ты можешь заметить, старых лиц осталось немало, но некоторые не хотят, чтобы ты был капитаном. «Слишком к тебе привыкли, значит?» «Вроде того. Они хотят, чтобы я намекнул тебе сдать пост. Не пойми меня неправильно, я прекрасно понимаю, что это твой корабль и твои правила, но...» «Именно!» Оборвал я Старпома. «Если они недовольны, можем высадить их в ближайшем порту». «Они не хотят ничего понимать, Рудро. Все, все будет нормально, если ты сдашь пост. За последнее время произошло столько стычек, квестов и приключений, что они считают рапиру своим домом. Абсолютно каждый вложился и в починку, и даже в улучшение корабля, не говоря уже о накопленных деньгах. Понимаешь, людям не нравится, что капитан так долго занимался непонятно чем». «И каков процент этих недовольных?» «Не меньше половины. Всех провоцируют дружки Декстера, и многие встают на их сторону по инерции, потому что не хотят терять рапиру». «Черт возьми, Адриан! Кого ты понабрал в команду?» «Извини, отбирал адекватных людей, но в процессе...» «Ладно, и что ты предлагаешь?» Перебил его я. Хотя на самом деле ляпнул лишнего. «Решение принимает капитан, и если он не может обойтись без посторонних советов, хороший ли из него лидер?» «Нужно было срочно что-нибудь придумывать. Если в процессе ближайшего плавания меня выкинут за борт и лишат корабля, то прощай вся моя доля, заработанная на саоне». «Но даже просто сдать пост и остаться на корабле, явиться в клан Ильи с пустыми руками – это нелепо. Либо я опять опозорюсь, либо посыплются вопросы о том, куда ушла вся награда. Распространяться о головорубах и аннеле я планировал очень осторожно». «Можно переждать на острове и...» Робко предложил Адриан, но договорить я не дал. «Заткнись!» «Мне хотелось заехать ему в лоб прямо сейчас, без лишних слов, потом самому себе. Отступить перед какой-то шайкой гопников на рапире, после всего того, что я пережил на саоне, стоял бы сейчас перед Адрианом не я, а бродер Смит, напугался бы возможности бунта. Нет, он бы пообещал, что насадит их задницы на якорь, и не меньше». Еще свежие воспоминания о бородаче витали в голове. «Он погиб, выручая меня. Не исключено, что я больше никогда не увижу старину Смита. Разработчикам ничего не стоит создать еще пару сотен пиратов-неписей, вместо того, чтобы воскрешать старых». В таком случае, чем же бродер отличается от реально умершей личности? В голове пронеслись все события, связанные с пиратом. Пальцы невольно сжались в кулаки. Я попытался дать Адриану подзатыльник, и получилось вроде бы неплохо. Треуголка слетела с его головы, а сам он не решился сопротивляться. «Теперь запомни, если хочешь и дальше плавать на рапире, даже не думай предлагать бежать перед первыми признаками опасности. Для того, чтобы трусить, первого помощника на корабле не надо. Правая рука должен, если уж дает совет, предлагать пути решения, а не отступления. Усвоил?» Адриан подавленно кивнул. Игроки обернулись. Некоторые из них были готовы взяться за оружие. Погрузка на судно почти завершилась. От берега отчаливала последняя шлюпка. «Капитан, здесь больше нет места!» С иронией ответил один из сидящих. «Это не проблема!» Отозвался я и потянул матроса за шиворот, стаскивая в воду. Остальные, включая сидящего рядом Адриана, делали вид, будто их очень интересовало дно шлюпки. Сей талями шлюпку вместе с нами подняли на борт. «Открывать сундуки и ящики я запретил. Нечего пялиться на серебро и другие ценные вещи тем, кому не следует. Пусть лучше думают, что внутри обычный сахарный тростник и что-нибудь еще. На Карибах сундуки не редкость, но далеко не факт, что внутри находится что-нибудь ценное». Я встал на шканцах, опершись на старый рейлинг, и когда состав подготовился к отплытию, прокричал. «Отчаливаем! Держим полный бакштаг!» Кормовые матросы налегли на бизань брасы, и рапира медленно наваливалась под ветер. Корабль, ловя парусами попутный бриз и используя отлив, повернул в открытое море и, кренясь, набирал скорость. Некоторые дела, которые меня ждали, не терпели отлагательств.